Всем привет! Вы смотрите канал Gamebrick и сегодня пришло время рассказать о злодеях серии Nexonite. Появились! Набор! Набор абсолютной силы Укротитель Beastmaster. Повелитель, чудовищ созданий. Этот герой уже встречался в одном из наборов серии в более большом, но здесь он в формате Ultimate Beastmaster, то есть абсолютная сила. Три щита покажут, что есть в наборе, кубик темно-красного цвета масштаба один к одному и больше ничего интересного здесь нету. Давайте вскрывать эту упаковочку. Аккуратно открываем и достаем нашего монстра. Удобно, что коробочки можно вот так сложить и хранить. Пока я их не выкинул, они у меня вот так лежат. Может быть и не выкинул. Также на инструкции три силы показаны. Сейчас посмотрим, у вас есть какие-нибудь скрытые ништячки. Ну, 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 давайте. Очень скрытые силы. Вот этой вот силы, кстати, я пробовал сканировать, та вот зелененькая. У меня ее до сих пор нету, но она как-то и не сканируется отсюда, к сожалению. Ничего, ничего полезного нету. Только всякие рекламки, рекламки и снова рекламки и опять рекламки. И опять и снова и снова опять. И, в общем, ничего здесь. Да, полезного, ничего. Давайте соберем этот набор. Наборчик, как и все наборы по абсолютной силе небольшой. Вот, смотри, сразу какая-то деталь вывалилась непонятная. Классная. Морда его. Какой-то черный щит. Еще он кайфовый деталь. Три щита. Давайте сразу щиты вам покажу, что потом. Ну, потом их сосканим. Вот, три щита. И собираем этого бистмастера. Собирается он, ну, естественно, не сложно. Тут сложно-то нет ничего. Но надо собрать. Уже немножко скучно стало играть в эту игру. Потому что, ну, потому что все пройдено и ничего новенького, интересненького нету. Хочется чего-то такого нового, чего еще не было. Но чисто прокачиваться как-то уже поднадоело немножко. Ну, периодически еще играем. Давайте вот такое лицо сделаем. Оденем чудо-шал. О, тут классно, что когда одеваешь, как раз вот этот хвостик, и тут прорезь есть. Она как раз ровно одевается. Иначе бы она не оделась на эту деталь. Новая деталь я даже не видел такой. Прям какой-то бур. Ну, это круто. Только вот ради этой детали стоит его приобрести. Вообще круто. Так, я сейчас уже, получается, обзор делаю. Хотя хотелось бы, конечно, сначала все это собрать перед тем, как делать обзоры. Ну, параллельно сейчас заодно и сделаем. И теперь, после того, как собрали главного злодея, собираем вот эти все остатки, атрибуты. Атрибуты его сложной жизни в качестве такого вот злодейского злодея. Ну, или, скажем, атрибуты этих щитов. Поскольку в каждом из наборов абсолютная сила, есть три щита и три атрибута данных щитов. То есть, ну, в компании LEGO олицетворяют эту силу, что она делает, как они ее видят. Не всегда это похоже, далеко не всегда она похожа. Ну, вот сейчас мы это узнаем. Узреем, узнаем, увидим, опробуем. Все для вас, все для вас, ребята. Не щадя времени и сил, делаю эти обзоры, чтобы поделиться вам своим мнением о данной серии. Ну, мне кажется, этот набор уже крутой. Мне вот эта деталь очень понравилась. Только ради этой детали можно его взять. Так, цепи золотые, тоже полезная полезность. И вот эти вот бошки оранжевые, которые бегают и взрываются под ногами. Какая штука классная получилась. Ну, естественно, она вот сюда крепится. Так, крепится. И путем вращения она вращается у него над головой. Практически инспектор гаджет с вертолетом. И собираем подставочку, на которой будет стоять наш бистмастер. И лежать еще два его запасных щита с этими, со всякими аксессуарами. Быстренько, быстренько, быстренько собираем. Классная оранжевая деталь. Все классное, красивое, замечательное. Вся серия мне очень нравится. Черные зубы. Тоже здорово. Мы собираем теперь два боковых крыла. Они очень похожи во всех наборах, собираются практически идентично. И совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Подождите, сейчас мы это посмотрим. Сосканируем щиты. И вы сможете убедиться в полезности или бесполезности для вас, лично для вас данного набора. Мне кажется, он будет полезным. Минифигурка злодея. Она здоровская. Последнюю минифигурку я наставил на самую сладкую. Вот эта девушка с крыльями. Злодейка. Ее мы посмотрим в самом конце. Самая последняя. Это будет минифигурка на обзор. Так, а сегодня мы смотрим Beastmaster. Кто не знает, на нашем канале есть уже очень много обзоров на эту серию. Практически на всю серию обзоров. Есть небольшой летсплейчик по игре. Так что вы можете посмотреть игру. Есть отдельно сосканированные этих щитов. Вот этих, правда, нет щитов, но уже 30 щитов лежат подсканированные на канале. То есть вы можете просто навести свой телефон или планшет и сканировать, если они вам нужны. Так, это экстрадетальки. Так что смотрите, у нас много всего здоровского и интересного. Все, собрали мы наборчик. И сейчас мы его с вами посмотрим. Как вы уже видели, набор представляет себе минифигурку, небольшой стенд и три аксессуара, три щита. Каждый аксессуар показывает определенный щит. И начнем с самого главного, самого топового, с основного. Это щит с изображением вот этой бомбочки. Сейчас мы его с вами отсканируем и посмотрим, что он, как он выглядит в игре и как его сделали в компании Lego. Сканируем первый щит, в итоге мы получаем... Сейчас посмотрим, что мы получим. Я не помню, как он называется. Тоже не пользуюсь этим щитом. Атака глоблинов! Понятно, атака глоблинов. Вот, видимо, вот эти вот два по краям, это и есть глоблины. Маленькие. Сейчас мы затестируем и посмотрим, что за атака и зачем они вообще. Ну, как мы уже здесь видим, здесь действительно какая-то круглая штука над ним вращается. Ну, в принципе, похоже на то, что есть вот здесь. И включаем данную штуку. Что он сейчас будет вращать наверху? Ну, вот, как вы видите, наверху вращаются эти глоблины. И вот эти глоблины. Что-то их тут налетело куча. И видите, они тут... Вот эти три наших глоблина с ложками, три не наших. И, в общем, они тут друг с другом сражаются. Ну, а мы пока можем кого-нибудь надавать по ушам мечом. Вот такая вот забавная сила. В компании LEGO эту силу сделали просто на 5 с плюсом. То есть, действительно похоже, так же, как вращающиеся мечи у Клея, так же и вот у этого бестмастера, а так и глоблинов. И еще раз скажу, что мне вот очень понравилась данная деталька. Не знаю, зачем она здесь, но... Ну, это просто, не знаю, в мини-масштабе, если делать какой-то танк уже, башня танка или еще чего-то. Сделать небольшую пушечку, люк сверху и фантастическую армию таких маленьких танчиков. Здорово. Ну, вот эти давайте я вам покажу глоблинов. Они отличаются друг от друга. Ну, оба весьма забавных. Теперь, чтобы взять следующий щит, данную штуку мы снимать не будем. Просто в руки надо будет взять вот эту вот штукенцию. Зомбоящий какой-то. И взять вот этот вот щит. Сейчас мы проверим, что вот этот щит означает. Ну, что это такое у нас? Энергетический вихрь! И это у нас энергетический вихрь. Тоже не пользуюсь этой силой, но раз она есть, надо ее закачать. Сейчас проверим. О, она у меня уже второго уровня, значит, я уже когда-то пробовал ее скачивать. Даже уже третий раз скачу. Значит, сила должна быть такая, проапгрыженная. Появляются боты. И включаем. Энергетический вихрь! Вот он крутится. Он летает над ними. Приносит мне энергию. Он реально меня захилил. Так. А что-то я не заметил, что произошло с врагами в это время. Так вот летит. А, понятно. Он их поднимает, куда-то уносит. Шваркает вниз. И после этого еще и хилка ко мне приходит. Вполне такая удобная вещь. Вон, как вы видите, и от этих до сих пор. То есть там остатки энергетического вихра еще где-то туда куда-то их швыряет. Ну, кстати, возможно, весьма удобная вещь, когда вокруг вас много врагов. И вот так им воспользоваться. И куда-нибудь их зашвырнуть наверх. В лего-варианте это оформлено в виде вот такого щита, как будто это и есть энергетический вихрь. И не похоже. Не похоже. Причем вот эти глоблины так и остались у него наверху. И третий вариант. Третий вариант щита. Третий щит его. Третий вариант данной фигурки. В руку берем щит с динамитом. И в другую руку берем сам динамит. Ну, так вот это вот выглядит. И сейчас мы засканируем, посмотрим, что значит этот щит с динамитом. Процесс пошел. И сейчас мы с вами все узнаем, увидим и проверим. Динамит! Да, все просто. Это просто динамит. Динамит! И мы видим тут разлетающийся в сторону динамит. Сейчас мы опробуем данную силу и насколько она нам может быть полезна в игре. Появляются боты и смотрим. Динамит! Все произошло весьма быстро. Сверху прилетают шашки динамитов. Они разлетаются и еще раз взрываются. Прям фейерверк какой-то. Так, давайте отойду. Попробую отойти. Вот так вот. И еще раз. Последний разочек. Чтобы проверить. Бам! А, прям салют. Прям новогодний салют. Вот мы с вами и посмотрели все щиты, все силы, все мини-фигурки. Давайте. Ну, кстати, очень здорово, что здесь, во-первых, черный щит, он отличается от обычных щитов рыцарей. У рыцарей щиты выглядят по-другому. Здесь он такой черный, как будто из камня сделан. И чтобы наш обзор был более полным, так скажем, давайте сравним этого бестмастера из того же самого из набора. Вот он, из набора и вот этот товарищ. Тело, по ходу дела, одинаковое. Ну, чтобы это увидеть, надо, конечно, вот эту штуку снять. Но ее не так просто снять. Давайте голову придется снимать. То есть, торсик у него одинаковый, ничем не отличается. Это большой минус. Все-таки интересно, чтобы они бы отличались. Если это Ultimate, это обычный Ultimate. Сзади он одинаковый. Ноги отличаются. Ноги имеют разные принты. Из абсолютной силы. Тут тоже вот эти такие монстрики называют, нарисованы глоблины. Они их, что ли, называют. И головы одинаковые. Головы одинаковые. Ну, это, в принципе, логично. Да. Головы одинаковые. Ну, и также в наборе с этой безумной тележкой с двумя шарами впереди. Вот эти вот глоблины, они на обычных, на черных цепях. Здесь на золотых. А так они точно такие же. Точно такие же, ничем не отличаются. Так что, если у вас есть набор, вот эта вот повозка, которую я так обзоры не могу сделать, которая постоянно у меня разлетается. Если у вас есть вот этот набор, то, возможно, вам нет смысла покупать вот эту абсолютную силу, поскольку фигурка здесь практически не отличается. Но если этого набора у вас нет, и вам хочется вот данного монстрика, то вы не будете разочарованы, если приобретете вот этот вот набор с Бистмастер Абсолютная Сила. Ну, он здоровский. И вот эта вот, конечно, деталька мне очень понравилась. Новая и забавная. Надеюсь, она будет, например, в коллекционных мини-фигурках или еще где-то за более доступную цену. То, что для самодельщиков она может быть полезна. Ну, что, на этом я буду с вами прощаться. Ну, или не прощаться, а говорить вам всем, что увидимся мы с вами в следующих роликах, которых у нас на канале будет очень-очень много. Удачи вам, ребята, хороших вам самоделок и великолепного настроения. Не забудьте, конечно, поставить лайк. А если еще репостните и подпишите, то вообще будет замечательно. Все, всем удачи.